Всем привет! За вами Вольга Дуброва, а вы на канале про цветок. Сегодня тема очень интересная и она называется цветы для срезки. В принципе, скажете вы, можно срезать любой цветок и поставить его в вазу. Да, но некоторые цветы, они просто не будут долго стоять и буквально, возможно, через полчаса они увянут. Пройдясь по цветочным магазинам, мы можем увидеть те, которые традиционно используются для составления букетов. Это уже проверенные временем растения, но хочется ведь чего-то новенького и, конечно же, у себя на огороде. На самом деле, флористическая тема очень популярна во всем мире и она включает в себя много различных подтем, различных направлений. Бывают присвоены им всякие названия, я не буду в это углубляться. Я только постараюсь раскинуть эти позиции для того, чтобы вам было интереснее составлять эти букеты. Может, кто-то заинтересуется и начнет заниматься этим профессионально. Итак, современные дизайнеры очень любят составлять нынче полевые букеты. Полевой букет предполагает, что там будет легкость, ажурность, такие простые полевые цветы, которые привносят какую-то романтику и интересные за кадром, такие интересные подсмысловые подтексты. Чем мы можем заменить полевые цветы, находясь у себя на участке? Конечно же, это будет космея. Тут у меня уже на солнце они, естественно, без воды подвяли. Космея очень хорошо стоит в срезке, любые сорта, какие бы вы ни взяли. Благодаря рассеченной листве создается дополнительная воздушная атмосфера. И цветки на длинных тонких цветоносах, но при этом они вполне себе прочные. Агератум цветет очень долго на клумбе, размножается очень хорошо, выращивает его легко. Различные сорта для составления букетов. Подбирайте сорта, те, которые имеют большую высоту, то есть сантиметров 40-60. Потому что те, которые низенькие, из них будет составлять можно только букеты, которые совершенно маленькие, для маленьких вазочек. Или, включая в оазис, в такие композиции стационарные. Агератум бывает более насыщенной окраски. Белый, розовый, голубо с белым. И его называют долгоцветкой. В грунте он цветет очень долго, поэтому вот такие насыщенные оттенки фиолетового, синего, голубого, они очень хорошо считаются со всякими другими цветами. Конечно же, это будет календула. Это что-то такое родное, бабушкино, теплое, домашнее. Всегда это яркие окраски. И современные сорта могут быть не только оранжевые, но и в всяких других оттенках, вплоть до нежно-желтых. Календула замечательно стоит, и даже бутоны могут раскрываться в процессе того, как она будет стоять в вашей композиции. Для составления полевого букета еще такое растение удивительное, которое называется амим майус, амим большой. Я как-то упоминала про то, что он похож на укроп, и кажется, такой нежный, ни за что не будет стоять в букете. На самом деле, очень хорошо стоит в срезке и добавляет много воздуха в вашу композицию или в вашей вазе. Сейчас очень много, я видела даже вот у перехода в метро, бабушки продают букетики с использованием вероники. Вероника, красивейшие растения и различные виды и сорта все равно они будут хороши, потому что они создают такую красивую вертикаль дополнительную. И при этом цветение начинается снизу и идет-идет вверх. Потом снизу, независимо от того, какой окраски и цветочки, которые составляют это соцветие, оно становится снизу зеленоватым, а выше сохраняется цвет, который принадлежит данному сорту. Это может быть, вы посмотрите на сайте магазина про цветок, интернет-магазина про цветок, посмотрите, какие остались сорта, потому что их к концу сезона все-таки разобрали. Очень интересный, называется Blue, с такой насыщенно-голубой окраской. Интересный сорт White, естественно, окраска белая с красивыми и даже немножко изгибающимися на верхушке соцветиями. Высота их может быть 40-60 сантиметров. Ну, это для Колосковой, а для Вероники узколистной высота может составлять и больше 60 сантиметров. Поэтому хороша она своими стройными соцветиями крепкими как просто на кусту, так и в композиции. Следующий такой тематический будет букет, это садовый букет. От поля мы уже придем в сад, садовые букеты, они характерны для викторианской эпохи. Это вообще очень интереснейшая тема. Если посмотреть на картины художников той эпохи с композициями, с букетами, я как-то насчитала в одной композиции 26-28 разных видов цветов. Современные дизайнеры могли бы сказать, что это вообще мавитон, потому что ну как так можно, там 4-5 в крайнем случае нет. Вот эта вот пышность, вот эта вот роскошь, соответствующая вазе, и это ой как красиво. Садовые букеты, ну традиционно для викторианской эпохи, это душистый горошек, это роза, конечно, лилии, но в том числе и более мелкие цветочки, такие как незабудки. И где они, ребята? И вот вы посмотрите, амаранты, которые, может, кто-то знает только по амарантовому маслу или амарантовой муке. Так, это злак какой-то притесался. Но амаранты бывают различной окраской, с такой насыщенной свекольной окраской, с паникающими, это амарантус паникулятус, с прямостоячими. Очень интересный сорт, если вы посмотрите, называется Ред Кафедрал, у которого просто такие вот очень красивые колбаски вверх торчащие, эти паникающие. Представляете, вот если в вазе, и они будут свисать, это будет задавать такую именно викторианскую тему викторианской эпохи. Ну и снова уже традиционная даже для нас, которые мы тоже когда-то видели в букетах, но широко они использовались в разные времена. Это обычная астра китайская, это сорт там какой-то звезда некая, а это сорт называется Оленка. Такой есть в коллекции моей. Злаки, раз он тут втесался, злаки будут хороши в любой композиции, и в полевой, и викторианской, и даже в классическом букете, который можно приобрести в магазине. Если флорист добавит, то это всегда будет очень красиво, независимо от того, какому виду принадлежит злак. То, что обычно используется, вот как я говорила, идем в магазин и подсматриваем, и то начинаем выращивать. Но вы же не будете выращивать герберу, вы не будете выращивать гвоздику, хотя это очень стойкие растения, которые долго сохраняются в срезке. Но в качестве добавок, в хороших дизайнерских флористических фирмах мы можем увидеть, что в композиции добавляются цинии. Здесь одна у меня надломалась и свисает так нежно. Цинии бывают разных сортов. Здесь у меня вот такой помпонный, можно сказать, что он даже миниатюрный, хотя по высоте он достаточно высокий, сантиметров 60 и даже 70. Это я срезала из средней части. Ну, очень хороши, правда. И представляете, как они могут смотреться с розами шикарно. Какие-нибудь розовые розы или есть розы лиловые, и вдруг такие красивые цинии. Затем, что мы еще можем всегда увидеть, ну, про цинии завершу, то, что могут быть и крупные, и калифорнийские гиганты есть. Есть скобиозоцветная, есть полностью шаровидная, крупная. Очень много различных сортов, различных совершенно окрасок, поэтому выращивайте. И вообще-то не замечательный цветок засухоустойчиво, жароустойчиво, переносит совершенно разные периоды и почвы. И замечательно снова стоит в срезке, благодаря такой и устойчивости в открытом грунте. Георгины. Не сказать, что георгины хорошо стоят в срезке, потому что с обратной стороны, если мы берем крупноцветковые декоративные сорта, из группы декоративных, то обратная сторона, она быстро начинает портиться и видна. Но если брать шаровидные сорта, либо помпонные сорта, а современные флористы это подметили, не видно, как происходит увядание лепестков, потому что они плотно-плотно забиты. Это еще, ну, это скорее шаровидные, помпонные еще меньше по диаметру, и там вообще не видно, когда наступает момент вот этого увядания. Они очень красиво смотрятся в композициях, и даже несколько георгиин с добавлением других цветов будут создавать красивую форму и красивую приятную атмосферу. Так, часто мы можем видеть, что подсолнухи, конечно, подсолнухи любых окрасок, они хороши. Их можно использовать, конечно же, на ваше усмотрение, можно не забивать их в какие-то категории. Но вот часто мы видим в цветочных магазинах, почему? Потому что они очень хорошо относятся к тому, что их срезают и ставят букет. Один уже осеменился. Хорошо ли это плохо? Ну, если вас смущает, что здесь вот какая-то неряшливая получилась, прицветники неряшливые, мы можем сделать вот так. Так. И оставить его в композиции. Ну, разве не красиво, если мы еще что-нибудь добавим? Очень даже хорошо. Полный расцвет и уже зрелость. Здорово. Львиный зев тоже хорошо относится к срезке. Конечно, здесь я вот немножко зачистила. Перед тем, как вы начнете составлять свой букет или свою композицию, все листья практически все необходимо удалить. После того, как вы их срезали на улице, вы должны сразу же поместить их в воду. А после того, как вы уже принесли и будете готовы к тому, чтобы начать составлять композицию, вы должны снова освежить срезы, очистить все лишние листья, поставить в воду срез косой делается. И перед тем, как составлять композицию, надо, чтобы растения напитались водой. Лучше, если это пройдет несколько часов. Ну, как минимум часа два. Иногда даже можно собирать вечернее время с тем, чтобы утром сделать композицию, а вдруг вы идете в гости. Поэтому будет момент транспортировки до гостей. Ну, и вот я, когда прихожу в гости, приношу свой букет. И раньше я с тоской смотрела, что его там положили на стул, а потом хозяйка, которая мечется между кухней и помещением, либо где-то там в ресторане мечется, она встречает гостей, а букет лежит и сохнет. И мы вот так вот переживательно за букет. С годами я стала наглее, поэтому сразу, приходя в гости, я прошу ножницы, кухонные даже для разделки птицы, прошу вазу, иду, обновляю срезы, наливаю вазу воды и ставлю в какое-нибудь место, чтобы не скинули локтем. И тогда я за букет спокойна, потому что он еще долго порадует юбиляра или того, у кого какой-то праздник. Ну и кто тут еще у меня? У меня тут еще гладиолусы, суперцветы. Тоже длительное время стоят в срезке. И чем они хороши? Если всякие другие некоторые цветы не вовремя срезал, ни за что не распустится. Вот, например, георгина. Если срезана она в полураспуске, дальше она не распускается. Та, которая распущена, та, да, все замечательно. Все вот это у вас рано или поздно распустится. Даже вот такие вот зеленцы, они рано или поздно распустятся. Снизу, когда увядают цветочки, ну и пусть себе увядают, мы их удаляем. Украли секатор, так и знала. Мы их удаляем, обрезаем, стебель обновляем, убираем эти прицветники, и снова у нас хороший, живой получается букет. Единственное, что он будет становиться у вас все короче, короче и короче. Гладиолус. Еще такая история, что вот эти вот отдельные цветочки, их можно использовать, составлять любые. Но это уже сложнее там композиции. Он очень долго живет. Берется специальная лента. Нету специальной ленты. Ну возьмите что-нибудь такое, такое, изоленту. И называется тейпирование, когда какой-нибудь приставной палочке, какой-нибудь приставной палочке, прикручивается этот цветочек. Там можно немножко чем-то увлажнить. И можно составлять просто настоящие торты. Можно посадить какие-то необычные цветы, которые будут удивлять вас и ваших гостей. И эти цветы вполне себе очень хорошо переносят срезку. Такое растение африканского происхождения, которое даже удивительно, что может у нас зимовать, это книфофия. Книфофия требует единственное, что укрытие на зиму, сухого укрытия. Затем необычные соцветия у монарды. Монарда это еще путает ее с бергамотом за счет приятного острого аромата. И на самом деле, самый распространенный вид это монарда двойчатая. Имеет сорта различной окраски, необычные цветочки, отогнутые лепесточки. Пахнет, стоит очень долго. И даже когда увядает, все равно сохраняет интересную форму. Лунник могу порекомендовать. Но это вообще, вы знаете, такое растение. Оно декоративно всегда. Но необычное. И поэтому при добавлении в композицию, кто-то может даже и впервые такое растение видел. Резида. Единственное, что резида, ее не любят другие цветы. Но сама по себе она очень оригинальна. И когда она ухожена, когда она растет на хорошо удобренном месте, цветоносы получаются высокие. Запах очень ароматный. И можно рассматривать каждый цветочек с этими штришками, темными прожилочками. Выглядит очень эффектно. То есть мы можем с вами теперь посмотреть, что растений достаточно много, которые в срезке хорошо себя чувствуют. Где их взять? Конечно же, в магазине про цветок. Вот, например, я вам хочу рассказать, заглянула я и посмотрела, что же там с книфофией. Так вот, из 15 сортов книфофии остался только один сорт. То есть народ знает, что берет. Поэтому заглядывайте в наши магазины по адресу Кирова, по адресу Куйбышева и выбирайте то, что вам по вкусу. Из многолетников, из мною перечисленных летников. Там все это есть. Интересуйтесь, будьте на шаг впереди, и будет у вас красота. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова